здравствуйте подписчики и зрители моего канала вот такой вот замечательный велосипед мне на обслуживание привез один из моих подписчиков попросил чтобы я посмотрел планетарку восьмерка планетарочка с ножным тормозом и что-то бывает передачи проскакивают да и ритм после покупки велосипед ни разу не обслуживался я конечно не спросил сколько лет он пользуется этим велосипедом планетарку любом случае надо посмотреть в общем надо динамку посмотреть впереди он попросил потому что ритм смазочку обновить в подшипниках вилку разобрать посмотреть планетарка 31 с ножным тормозом вилка сам тур с блокировкой отсюда плохо видно так вот покажу тормоза вибрейки рама алюминиевая высокая 62 для высокого человека замок блокировки заднего колеса фара с накопителем подсидельный штырь с амортизатором такая вот ручка пускай она даже чуть-чуть старенькая чуть-чуть как говорится покоцанная но зато она работает переключает все хорошо окошечко до такой степени здесь грязное отсюда вот и не видно даже что даже не видно как переключается скорость не видно меточки насос комплекте и шоу велосипед называется леем куль стакан смотрите какой здоровенный фара хорошая с датчиком в общем разберу потихонечку велосипед буду снимать видео потихоньку каждый узел на каждый узел хочу снять отдельное видео начиная с переднего колеса и закончу уже планетаркой ну что ж начнем так фарах рабочая первым делом отсоединяем коннектор тормоза что я буду тут куда-то не тащить шайбы так ребята вот я установил кольцо в тиски первым делом откручиваем вот эту вот гаечку я в сторону затем отверточкой вот эту вот штучку аккуратненько снимаем затем аккуратно эту штуку вот так вот надо поднять пластмаску снять и вот здесь вот этот вот язычок вот так надо его поднять и аккуратно вывести вот эту вот пластмаску потом у нас идет такие два треугольничка так аккуратненько их подрываем и вот здесь на нем есть вот такой вот вот такой вот язычок вот он он будет сюда вставляться и теперь смотрите вот этой вот штучкой вот видите это вот так вниз будете одевать так теперь второй снимаем такая же самая смотрите вот это вот этой штучкой когда вы перевернете вот вниз одевать здесь язычок вы не ошибетесь язычок попадает прямо вот сюда так доложим теперь вот здесь вот эту штуку надо снять тоже вот так вот аккуратненько вот так что то у нас то у нас загрязь это у нас загрязь и вот сам конус спицы мне нравится спицы с нержавейки вообще хорошие спицы так и конус аккуратненько надо выключить вот так дальше не пойдет потому что здесь припаяно мешает сейчас я аккуратненько не хочу расплаивать я так аккуратненько на максимум подниму посмотрю что с конусом смазка есть такая старенькая все дальше не идет конус чистенький не побитый поломанный переседка переседка и переседка и переседка вы вы Так, ребята, я набрал Стаканчик бензинчика Сейчас это все хорошо здесь Повымываю Вот и сюда Сейчас вот так вот залезу Все тут повымываю Там-то еще не особо Даже грязно Так, ребята, я там все помыл Сейчас начну Тихонечку Смазочку туда Наталкивать И буду шарики Ставить Первый И 12 штук Второй Так, я все шарики положил И теперь отверткой Я жарю для того, чтобы здесь не распаивать Вот так вот Все шарики Туда под стеночку подвигаем Для того, чтобы можно было Крутить конус И потихонечку Начинаем крутить Так, теперь ключ на 17 Начинаем Так, закусывает слышно Попускаем, попускаем Сейчас не закусывает Есть Так, берем тряпочку И аккуратно Вытираем все здесь Затем Вот эта вот железячка Как я показывал Начинаем надевать Все назад Раз Затем Затем у нас идет Вот этот вот Треугольничек Вот так Вот этот вот Язычок сюда В пазик Один Затем у нас идет Второй Треугольничек Вот так вот Затем у нас идет Вот это вот Вот это вот черная пластмасска Мы вот так вот сюда одеваем Вот И контакт Ставится на место Вот это пластиковая Вот так одеваем Затем у нас идет Масса Одеваем ее Вот так вот Надо чуть-чуть будет его Подогнуть Потому что Когда одевается Коннектор Он эту штуку Выгибает Вот так вот Вот У нас все хорошо Берем гайку И закручиваем Вот я перешел На следующую сторону Теперь Откручиваем Ключ на 17 И надо конус держать Ключом на 15 По-моему Нет Тут тоже наверное На 16 Может на 17 Подошел у меня На 16 Такой дешевый Китайский Так смотрите Здесь идет Гайка Затем идет Шайба Вот А потом Идет комната Сейчас я его здесь Выкручу Сразу резьбу Почищу С этой стороны попроще Здесь нету провода Который мешает Полностью откручиваем Конус Вот он у нас Смотрите Здесь еще стоит Такой вот Сальник Резиновый Вот он Сейчас я это все Помою Видите Здесь попроще Здесь нам провода Ничего не мешает Сейчас вот так Сначала Тряпочкой Все повычищать Все вот это вот Грязю Чтобы было у нас Как новенькое Вот вообще красота Везде все залезло Вот Теперь Опять же Нанесем Смазочки Туда Туда Все Все вот эти Вот потайные Уголочки Так вот Вот есть Сейчас я помою Шарики Ну здесь попроще Здесь можно Так шарики Понасыпать Сейчас чуть-чуть Утопить Утопить Одровнять Одровнять Все 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 у нас хорошо Так ребята Конус я вымыл Резиночка здесь таки осталась Я ее помыл На место поставил Смазал сразу И сейчас потихонечку Накручив Так вот так От руки До упора И Чуть-чуть назад Графта нет Но Надо сейчас будет Колесо брать В руки Я беру колесо в руки Кручу И оно туда прям слышно Как Закусывает Или не закусывает Так Идет шайба Для того чтобы Держать конус И гайка Так Есть Теперь Зажимаем здесь Ключом на 16 Я зажимал Это много Да Тут есть чуть-чуть Так дальше Вот так вот Лифта нету Да Вот так Оставим И Сейчас Закрутим Контрагаем Есть Да Крутится Хорошо Вот это вот Динамка Одна из немногих Которую Когда в руки берешь Крутишь И не слышно Даже Как вот Сопротивление идет Как еще говорят Залипает А на все Есть такие динамки Которые чуть-чуть Вот слышно Вот залипают Как будто Они рабочие Все от собственного веса Человека И от веса велосипеда Ты едешь Даже не чувствуешь Никакого сопротивления Но вот эта динамка Вот очень хорошо Крутится Легонечко Даже 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 Не это Не слышно сопротивления Так Сейчас я возьму руку Так Я проверил В руке Все хорошо Крутится Есть у меня фара Тут Для проверки Сейчас поставлю Все горит Значит Все правильно Собрал Ничего Ни день И Не контачит Так ребята Сразу такой небольшой Отход от темы Вот смотрите Родные Такие гайки Фирменные Колпачковые Идут С резьбой на 9 Шаг 1 Вот На любом рынке Можно купить сюда гайку Стоит она 10 гривен Но она будет сквозная Не колпачковая А сквозная Кто не хочет тратить Эта гайка Вот эта одна гайка Стоит 60 или 70 гривен То есть Две гайки обойдется 140-150 гривен И плюс доставка Ну 200 гривен Кто не хочет тратить Деньги на Такие гайки А у кого есть Динамка Просто на базар Идете Покупаете Обыкновенную гайку Она стоит 10 гривен На 10 На 9 Шаг 1 Все купили Ну единственное Будет резьба У вас Видно Ударом в бордюре И все Резьбе хана Хотя можно Несколько гаек Накрутить Сквозных И закрыть резьбу Субтитры сделал DimaTorzok